Друзья, на фоне этих прекрасных цветов я бы хотел с вами поговорить еще раз об интеллекте, потому что я не перестану о нем говорить, потому что это важно и это проблема номер один. Интеллект и духовность. Вот чего не хватает каждому хорошему человеку, каждому хорошему человеку, который себя считает хорошим. То есть все мы вроде как имеем ум, ум это не интеллект еще, да, ум это всего лишь свойство тела, интеллект тела. У нас еще помимо интеллекта тела еще всякие штуки интересные, которых вы возможно не знали, поэтому я сейчас не буду отвлекать ваше внимание. Но поверьте, каждый из вас может, точнее не может, а обладает просто воистину мегалитическими механизмами, которые каждого из вас сделают невероятно интеллектуально прокачанным человеком. А следовательно и духовным, а следовательно и интуитивным и так далее. Логичным, здравомыслящим, это все как снежный ком, одно без другого не существует. То есть прокачивая интеллект, да, мы прокачиваем все остальное. Что значит прокачивать интеллект? Прокачивать интеллект можно информацией, не можно, а нужно. Больше нет топлива для интеллекта, кроме как информации. Значит, на примере, как интеллект у нас задушен. У нас в Латвии локально русские латыши. По большому счету это можно сказать вот так вот. Латвия это Рига, где русские и латыши. Да, у Говпилс у нас западная сторона Латвии. Вообще русскоязычная, то есть напрямую последствия предыдущей нашей истории, которую в учебниках абсолютно не пишут. Ну да ладно. У нас латыши говорят, вот я знаю пару русских, они хорошие, а остальные русские плохие. Русские. Вы думаете, русские чем-то отличаются? Да ничем. Они тоже говорят, вот я знаю пару латышей, а остальные латыши тю-тю. Я прошу прощения перед всеми, я также говорил, пока спал. Так что, по большому счету, знаете, как у нас законы, которые прописаны на бумажках, это все фуфло, а вот есть законы вселенной, действительно, и один из них гласит, незнание освобождает от ответственности. То, что нас обманули в учебниках истории, в учебниках по физике, химии, вообще везде, в СМИ, в политике, везде нас обманули. Вот куда пальцем не ткни, везде ложь. Но если я говорю, что везде ложь, то, значит, где-то должна быть и правда. Правда, да, есть повсюду. Правда есть повсюду. Она везде, она у нас перед носом. И правда это лишь вершина айсберга, дорогие друзья. Мы все смеемся над таким словом, как истина. Но истина это всего лишь образ. Истинный образ. Положение вещей, хода событий, нашей истории, наших физических законов. И эти образы, они уже в зависимости, истинные образы, в зависимости от конкретной ситуации, уже построены из информационных блоков. Вот эти информационные блоки называются правдой. И мы живем в одном мире, как я уже говорил. Следовательно, Академия наук должна предоставить нам данные об окружающем мире. Вроде как мы все сделали себя гуманитариями и сказали, нет, ребята, окружающий мир вы должны изучать. Ну, следовательно, наверное, из Академии наук плавно переходит из школы. Следовательно, и дети должны получать знания об окружающем мире. Но что у нас выходит на выхлопе? У нас один окружающий мир, в котором мы все живем. Каждый из нас имеет свой взгляд, свое мнение по поводу этого окружающего. Это что за бред? Ребята, вот как бы, вот существует книга. Представьте, окружающий мир – это книга. Действительно, это можно описать в одной книге. Только она будет очень большая. Но она будет одна. Это очень важно. Важно понять, суть понять. Окружающий мир – это не множество книг. Это всего лишь одна, но очень большая книга, которая может поместиться в каждой голове. Вот что самое интересное. Академия наук, так уж вышла, не мы виноваты. Хотя, может быть, и мы, но не в этой жизни. Академия наук должна нам написать эту книгу об окружающем мире. Правильно? Логично? Абсолютно. Тут не поспоришь. Ну, что же выходит. Академия наук вместо того, чтобы писать одну книгу, написала десятки и сотни, а может быть, даже тысячи мелких книженций, где вместо фактов всего лишь теории, догадки, атом, который до сих пор никто не видел, а всего лишь логотип, который мы знаем, ядро, да? Что же это получается? Мы вроде как, ну, в журналах так пишут, в кино показывают, в СМИ так говорят, мы вроде как живем в век высоких технологий, но на выхлопе получается, что основополагающий элемент, из которого существует материя, вот эти вот буковки, которые на фоне меня, стены домов, в которых мы живем, одежда, мы сами, это атомы. И до сих пор в этот величайший технологичный 21 век у нас наука не добралась до атома? Ну, это понятно, это уже отдельный разговор. Почему? Важно понимать, что не добралась, она не знает, как выглядит атом. И я вам скажу наперед, вот, если бы знала, мы бы с вами сейчас уже здесь не сидели. Мы бы были бы, если бы были бы вообще в такой заднице, в которой вот существующая сейчас показалась бы раем. Поэтому, дорогие друзья, все, что происходит, имеет свой смысл, свою последовательность и, ну, я бы сказал, свою правильность. Даже самые плохие вещи. можно трактовать. Вопрос в другом. Интеллект человека, он есть в каждом. Есть в каждом. Но, так как я уже говорил, интеллект питается исключительно от информации, а все светлые люди, которые действительно невероятно интеллектуальны, могли бы быть в потенциале, могут быть в потенциале. Сейчас, с самого рождения, ведь я говорил только что об Академии наук, которая совершенно занимается не просто чем-то другим, она занимается противоположным. У каждого свое мнение об окружающем мире. Свое. Ведь мнение не... Надо уходить от мнения. Выходите из этого порочного круга, где у каждого свое мнение. Если у вас свое мнение, а у другого свое мнение, значит, кто-то из вас точно не прав. А я вам скажу больше, вероятнее всего, вы оба не правы, потому что таких, как вы, еще с пару десятков. Со своим мнением об окружающем мире. Ну что же я вам могу сказать, что прямо в интернете можно реально получить информацию, которую своим телом, своим интеллектом разработанным в итоге. Ведь на начальных порах это не выйдет. На начальных порах это... Нет, нет, нет. Я в это не верю. Мне становится плохо от этой информации. Ты сосешь мою энергию, ты энергетический вампир. Нет, дорогие друзья, я не энергетический вампир. Именно поэтому я никогда не говорю в лоб, как есть, потому что я знаю, как это работает. Потому что если я буду говорить в лоб, как есть, людям будет в буквальном смысле становиться плохо. И такие прецеденты были. К сожалению, я сам того не ведая ставил опыты на своих родителях. Я делал им плохо, потому что их интеллект, высокий интеллект, задушен информацией, в которой они с самого рождения. Я же в свою очередь каким-то магическим образом вышел из этого информационного поля. трудно сказать, что сейчас я не хочу называть, что это вражеское, невражеское. Назовем это просто. Человек рождается и попадает в информационное поле негативного характера, обратного спина, противоположного спина от нашего ДНК. У нас же ДНК, это завитушечки. А завитушечки-то вы что думаете? Это, вы знаете, такая игрушка классная была, помню, в 90-х, в школе. Она такая, вот если ее перетянуть, она свой спин поменяет. С ДНК то же самое. И информация именно так и действует на ДНК. И когда людям с не их спином ДНК, да, то есть информация вывернула их наизнанку. Что такое ДНК? Это все ваши характеристики. Сознание. А это также блокирует доступ к интуиции, к интеллекту, да ко всем с нашим способностям, которые мы имеем. И информация как раз таки и может правильная, правдивая, хорошая информация, которую я стараюсь делиться, например, у себя на страничках, но я ее не пропагандирую, она есть, и она собирается, и желающих каждый день меня приглашают в ВКонтакте в друзьях. Каждый день. Конечно же, это в первую очередь благодаря пули снегопада, потому что если бы не он, то у меня бы до сих пор было там сто друзей, как и было до этого. Да. Но люди приглашают меня и видят эту для кого-то новую информацию, для кого-то не новую, а всего лишь подтверждение. Это важно, потому что сейчас все больше проснувшихся говорит и сводят все в единую точку. Ну, это все разговоры, беседы, интеллект, ДНК, информация. Латыши, говорят, знают пару русских, остальные плохие русские, русские знают пару латышей, остальные латыши плохие. Их интеллект не способен увидеть дезинформацию, информацию, которая намеренно разжигает вражду между одним народом. Одним народом. Почему одним? Казалось бы, латыши, русские, а вот не тут-то было. Потому что наша история в корне отличается от той, которая нам написана в учебниках. Я говорю, ересь мне пишут некоторые на поцебуке. Моя мама даже подтвердила, вот тебе, даже друзья пишут, что вроде как нормальный человек, а тут начал говорить ересь. Друзья, я вышел из этого маленького информационного поля, в котором я существовал всю жизнь, в котором вы все существовали. Вышел в огромный океан информации, в котором я был, как говорится, не умел плавать. Но плавать я научился. И очень, очень хорошо. Я знаю, как работает система, я знаю, как работает дезинформация. Я это вижу, это просто. И я хочу сказать, что каждый из вас это может видеть. Просто нужно информацию другую, запитать свой интеллект информацией, которая его запустит. А когда будет работать интеллект по цепочке, то есть у нас в организме нет отдельных частей. Вот представьте, вот интеллект это звено, звено одной цепочки. интеллект, интуиция, духовность, да что угодно. Наш истинный интеллект, природный, душа. Никто не знает, что такое душа. Все верят в Бога, никто не знает, что такое Бог. Все, опять же, вы же понимаете, что Бог это из раздела конкретно четкой информации, которая вам описывает, что, где, когда. и так далее. Да, у нас церковь занимается я не хочу никого осуждать, я лишь говорю то, что вижу. А вижу я, что Академия наук разбивает одну истину на тысячи осколков. И самое интересное, ведь эту тысячу осколков-то можно собрать. Это же химия, физика, но при этом никто не хочет смотреть на философию, метафизику, а ведь все, это части единого целого. Это, как говорится, изучая один автомобиль, мы даем информацию исключительно о колесах. Одним ученым информацию о кузове, другим ученым информацию о стеклах, третьим ученым и так далее. но при этом не давая самого важного главного образа, как выглядит автомобиль и из чего он состоит. И что мы на выхлопе на сегодняшний день получили? Те ученые, которые автомобиль изучали по колесам, они сделали свой образ и что-то там делают. Те ученые, которые кузов изучали, у них там колеса треугольные. Те ученые, которые стекла изучали, у них вообще не понять, что прозрачно все теории, теории, теории. Дорогие друзья, у меня нет теории, у меня все меньше и меньше вопросов, но при этом чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что да, узнавать еще очень много, очень много. но если вот все говорят, что у нас иерархия пирамидальная, да, знания у нас пирамидальные и знания у нас вот мы на дне этих знаний, да, они разбиты, но если их соединять, 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 это неизбежно, это каждый к этому должен прийти, потому что другого пути нет, это один путь и в итоге каждый из вас, если начнет этим заниматься, он все равно придет в единую точку, он будет приходить в единую точку, это неизбежно потому, что у нас так и есть, у нас один окружающий мир, у нас одна история, которая, кстати, объединяет и русских, и латышей, и простых немцев, простых американцев, тех, которые просто так же, как и мы пашут, которых так же обдурили, так же обманули, кто, когда это сделал, на все, на все вопросы есть, все просто, ничего страшного, почему сейчас дезинформация идет о том, что будет сейчас плохо и конец света, конец света сейчас уже происходит, и он, к счастью, происходит у тех, кто эту заварушку и заварил, но они это знают, они знали, что так будет, и они сделали все, чтобы нас, которые пытаются сказать, открыть глаза людям, всего лишь открыть глаза, чтобы люди знали, они сделали все, чтобы такие, как мы, были затоптаны в грязь, они делали это всегда, они сделали все, чтобы интеллект общий, народный интеллект был разбит и не функционировал, точнее, функционировал в обратном направлении, это как автомобиль, который движется вперед, но он может двигаться на первой скорости, на второй, на третьей, на четвертой, на пятой, а может идти вперед только на задней, это же ограничение, вот как я вижу ситуацию с интеллектом на сегодня, интеллект у нас штука нелинейная, у нас вообще линейность только в политике, в СМИ, в Академии наук, линейность, статичность, и плоскость, а ведь у нас в природе линейности нет, статичности по большому счету не существует, все, все в движении находится, атомы, когда мы сидим и не двигаемся, мы двигаемся, просто это надо увидеть с помощью оборудования, которого в Академии наук пока что нету, но вероятнее всего, хотя я так погуглил, погуглил, кое-что уже есть, но давайте так, у нас частицы находятся в движении, они не просто находятся в каком-то хаотичном движении, они находятся, то есть, они повторяют циклы, повторяют траектории, и эти траектории разные, движения это важно, но что самое интересное, это очень маленькое, нужно понимать, как это происходит, и, следовательно, эти все процессы, они настолько быстрые, насколько не может вообще словить даже самый мощный интеллект, но если у нас есть малюсенький объект, который находится в движении очень скоростном, как нам увидеть? Ну, у нас есть два варианта, наши предки нам дали кучу подсказок, которые до сих пор пылятся, да, и два, это увидеть технологиями воочию, ну, чтобы увидеть технологиями воочию, нам нужна камера, которая, давайте я вам сейчас примерно дам понять, какие скорости в молекулярном квантомом, точнее, мире. У славян есть такая единица измерения, как один сиг, и, если честно, она углубляется, но один сиг это одна трехсот миллионная с чем-то вам хватит трехсот миллионная одной секунды. Поделите одну секунду на триста миллионов частей, и вы получите один сиг. это было у наших предков, о которых нам говорят, ходили в лаптях, были варварами, снимают отвратительные дезинформационные фильмы, я думаю, многие из вас уже поняли, о каком фильме я говорю. Вопрос, как и зачем те, кто смотрит это впервые, могут задать эти вопросы. Те, кто уже в курсе событий, что у нас и 150 лет назад были намного круче технологии и практичнее тем, чем сейчас, отсутствие их вообще дешевое, век дешевой пластмассы из Китая. И те, кто уже более прошарен в истории, уже поняли, что вот если взять нашу точку и уйти в прошлое, то нам описали, что от прошлого, от нищего мы пошли наверх в развитии. Ни хрена. Простите за грубость. Изучая очень много изучая это это не учебник по истории, где нет ничего, никаких образов. Это действительно огромный процесс по анализу информации по таким инструментам, как YouTube. Ну, что такое YouTube? Люди снимают разные города, просто блогеры снимают разные города на свои квадрокоптеры, на HD-камеры. У нас есть такие инструменты, как планета Земля Google, да, когда мы можем сами посмотреть, но, к сожалению, самые важные вещи, когда всплывают, они сразу же ретушируются. Если на сегодняшний день вы зайдете на Google планета Земля, то вы там столько ретуши сейчас увидите. Но и по сей день находят. Это уже все нашли, к счастью, это записывается на YouTube. Есть, если сейчас непосредственно в приложении что-то заретушировано, то вероятнее всего это есть на YouTube. Это собственными глазами. не нужно никого слушать. Архивные документы, карты, которые Дэвид Рамзи сделал Окландский или какой институт выложил, 60, по-моему, с лишним тысяч древних карт. Настоящих, не фейковых. Есть один единый ресурс Дэвид Рамзи в Бейте карты. Карта Монро, по-моему, да, так она называется, датируемая 1500, по-моему, 60, ну, 16 век. 16 век у нас показывает ту карту, которая, первое, отличается от наших всех атласов, и второе, подозрительно сходится с логотипом ООН, на который никто не хочет обращать внимание. А простите, заставьте себя сравнить карты ООН и атласа, говоря словами моего отца, да мне это не интересно, вы делаете себе только хуже. Э-э-э-э, как в матрице уже не получится скушать красную таблетку и остаться в неведении. Процесс правды уже пошел. И либо вы потихоньку будете впитывать, понимать, что происходит сейчас, а параллельно и прокачивать свой интеллект. Либо эта правда может свалиться на вас как ведро ледяной воды, которое будет иметь очень деструктивные последствия. А я этого очень не хочу. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Я хочу, чтобы все жили хорошо, чтобы все жили в достатке. Я знаю, как это сделать. И много кто знает, как это сделать. Но эти много кто являются не просто меньшинством, а всего лишь капелькой в огромном океане множество людей, которые до сих пор еще спят и одурманены, которым хорошие люди пытаются помочь, но вместо того их топчат и поливают грязью. Не беспокойтесь за них. Они знают истинное положение вещей и почему их топчет грязью. Конечно же, иногда это довольно обидно, а местами и больно, если в противоположном углу ринга родные люди. Но знаете, как говорится, вот иногда ваша скорость слишком быстра. Да? И чтобы попасть из точку А в точку Б, не контролируя эту скорость, можно точку Б просто разрушить. И единственный путь не напрямую, а в обход и помочь людям из точки Б самим дойти в точку А. вот наверное сейчас план такой, которому нужно следовать и не вестись на дезинформацию. Вообще, по большому счету, забудьте, что такое новости. Новости сейчас делают все, чтобы отвлечь вас от того, что я говорю уже на протяжении почти 30 минут. Опять же, я намеренно не сказал ничего конкретного, потому что на самом-то деле интересного настолько много, что хватит на всех и каждого в отдельности для изучения, для интереса, для нахождения интереса одной точки и из которой уже вырастет новый информационный вихрь правды, который вас вытянет сам. Правдивая информация не ломает мозг, от нее не болит голова. То, что я говорю, когда сразу спящему сказать правду, которая будет непросто отличаться от его правды, а в буквальном смысле будет на один и тот же объект, когда человек думал, что этот объект черного цвета, а я же буду говорить, что этот объект белого цвета. Это деструктивность называется. Так делать нельзя. Людям становится от этого плохо. Поэтому с другой стороны, дорогие друзья, заходим и не кричим эй, люди, это не так, это вот так вот. Смысл каждого из нас помогать людям, а не идти им в лоб, потому что их направление направлено вот сюда, а наши сюда. И что же выходит? Бам! Взрыв, война. Так может быть нам не сюда? Это нам нужно, они в обратном направлении не пойдут. Это нам нужно в обратном направлении. Как собственно и произошло с нашими предками, которые пожертвовали собой и вознаменабо они. Хотя нет, это не подходящее слово. Кто-нибудь из вас знает, что означает череп, голова, подобного рода символы под крестами. Посмотрите, возможно у вас крестик, который вы носите, тоже имеет под ногами Иисуса голову или череп. У кого-то даже в волнах. Загуглите, посмотрите крестики, вы найдете много крестиков с этой головой. Что же это такое? И если никто не знает с чего начать, возможно начните с изучения того, в чем вы варитесь всю свою жизнь. Доброго дня, дорогие друзья! Созидание и терпение и силы вместе со светом. Как без него? Доброго!